Традиционное планенное совещание провел перед началом рабочей недели глава района Заур Хамирзов. Подведение итогов работы за прошедшую и постановка планов на очередную пятидневку прошло с участием заместителей главы района, начальников отделов и управления администрацией, представителями Роспотребнадзора, МВД, Центральной районной больницы, средств массовой информации. Совещание началось с вопроса об эпидемобстановке в районе. По-прежнему в муниципалитете наблюдается неуклонный рост заболеваемости. При этом было озвучено, что за прошедшую неделю спецгруппами было совершено 362 рейда по проверке соблюдения стандартов. Мониторинг этот ведется на постоянной основе. Отдельно была озвучена статистика в образовательных учреждениях района. На сегодняшний день на карантине находится свыше 200 сотрудников и воспитанников дошкольно-образовательных учреждений и средних общеобразовательных школ. Начальник управления образования Свет Берзегова подчеркнула, что все необходимые меры предосторожности соблюдаются. При малейшем подозрении на заболевание для лиц вводится режим самоизоляции. Ответом на возникший вопрос о росте заболеваемости при соблюдении стандартов мер и правил Роспотребнадзора предприятиями и бюджетными организациями, в неусыпном контроле спецгрупп стал тот факт, что нарушения этих мер допускаются физическими лицами. Возникновение новых очагов способствует проведению массовых мероприятий в виде торжеств. Несмотря на запрет проведения торжеств на территории муниципалитета, многие умудряются проводить за пределами района, отметил Заур Хамирзов. Но ведь нужно понимать, что участниками этих мероприятий являются наши земляки. Такие необдуманные действия и становятся причиной закрытия целых групп классов, не говоря уже об угрозе введения массового карантина. В связи с этим необходимо усилить работу в данном направлении и информировать население о возможных последствиях какого-либо торжества. После ответственными лицами были представлены доклады по вопросам хода осеннего призыва, реализации национальных проектов, достижения показателей X-матрицы. Все представленные данные стали основой для очередного ряда поручений.